На Ставрополье стартовала неделя молодого предпринимателя. Открыла ее бизнес-конференция в Невиномыске. В ней приняли участие студенты и молодые бизнесмены региона. О том, в каких проектах нуждается край, на какую поддержку смогут рассчитывать начинающие предприниматели и сколько новых производств появится в крае уже к концу года. Сюжет Анастасии Зубриской. На открытие недели молодого предпринимателя из Пятигорска в Невиномыск Сергей приехал со своим рабочим инструментом – 3D-принтером. Модель, которая будет отвечать всем запросам и подходить к выпускаемому на этой же фирме пластику. Молодой человек придумал и сделал сам. Сейчас у него на производстве работают 10 3D-машин. В скором времени на них начнут печатать части новых принтеров уже для массового потребителя. Недавно был завершен процесс разработки, доводки до идеала именно этой модели. В принципе, сейчас на данном этапе мы хотим перейти уже на серийное производство этих моделей. На неделю молодого предпринимателя Сергей привез еще один проект по утилизации твердых бытовых отходов. Молодой человек уверен, здесь сможет найти и единомышленников, и поддержку. Как заявить о себе, какие производства сейчас наиболее востребованы и, главное, какую помощь молодые люди смогут получить от государства? Обо всем этом студентам и молодым бизнесменам рассказали уже в режиме бизнес-конференции. Новое производство звучало сегодня необходимым регионам. Реализовать проекты начинающим предпринимателям помогают программы и конкурсам, такие как «Умник». Развиваться налоговые льготы. А индустриальные парки региона стали удобной и выгодной площадкой для стартапа. В первую очередь, наверное, самое знаменитое – это сегодня региональный индустриальный парк «Невиномыск», на территории которого предоставляются такие меры поддержки, как сниженный налог на прибыль, как сниженный до нуля налог на имущество, арендная плата, сниженный практически до нуля. Кроме того, на территории города действует муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяются гранты на поддержку. Поделились и планами. Реализовать больше льгот в «Невиномыске» поможет создание территории, опережающего социально-экономическое развитие. Конференцию продолжили мастер-классы. Их ведущие – представители местной власти, банкиры, сотрудники Ставропольского государственного аграрного университета и сами молодые бизнесмены. О социальном предпринимательстве гостям площадки рассказал Артем Мишвелов. Молодой человек получил поддержку на форуме «Машук». И теперь успешно реализует два социально значимых проекта – программное обеспечение 3D-очков для врачей и протезирование. Протезирование конечностей, создание механических протезов, а также создание бионических протезов мы уже реализуем путем того, что уже команда собралась. Договорились мы с протезными предприятиями Ставропольскими и с Медицинским университетом о апробации, о тестировании первых, конечно же, клиентов. В рамках федеральной программы «Ты предприниматель» специалисты объездили все районы края в поисках инициативных молодых людей и их креативных идей. У нас как один из показателей эффективности стоит создание субъектов малого и среднего предпринимательства. В общей сложности это будет порядка 170 людей, которые откроют собственное дело и создадут еще около 80 рабочих мест. Неделю молодого предпринимателя продолжат уже на базе Ставропольского аграрного университета. Участники будут в игровой форме решать социальные проблемы и преодолевать вызовы будущего. Однако даже один такой образовательный день, уверенный организаторам, даст свои результаты. «Появилось желание стать предпринимателем?» «Да, конечно, можно попробовать». «Конечно, появились идеи, появилась своя… я узнала, где можно взять возможность, поэтому да». «У меня было желание до этого, но сейчас это желание усилилось». «Конференция очень хорошая, тут столько всего рассказали, о чем я даже не знал. Ну а предпринимателям не появилось желание, я хочу электриком стать дальше, продолжать свое образование». «Честно сказать, появилось. Хочется реализовать свои мечты, открыть свой бизнес-план, как-нибудь подняться». Анастасия Зубрицкая, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.